Теплые вещи с теплыми пожеланиями шьют хабаровские дизайнеры для мобилизованных. Наша корреспондент Мариана Гейт увидела в соцсетях призыв о помощи в пошиве 40 зимних мужских комплектов. У модельера для этого есть 200 метров флиса. Другие подробности смотрим в сюжете. С любовью из Дальнего Востока, помни, тебя ждут дома. Это надписи на бирках. Также здесь еще указано изделие от толстовка, размер 52. Здесь кальсоны, 48. Вы, наверное, уже догадались, для кого эта одежда. Хабаровский дизайнер Наталья обычно занимается пошивом вечерних платьев. Но обстановка вокруг сподвигла ее не оставаться в стороне. И семейным подрядом решили шить 40 комплектов теплого белья для мобилизованных дальневосточников. Да, у нас тут вся семья принимает участие. С чего все началось? Я позвонила своему брату, говорю, вот есть такая возможность, я знаю, сколько и чего нужно, какие размеры. Нужна ткань. Ну, он согласился помочь, проспонсировал, можно так сказать. У некоторых подруг Натальи мужья участвуют в спецоперации, и они прислали четкий запрос. Размеры самые распространенные. Цвет серый болото. Лучше милитари, конечно, но его сейчас не найти. Ткань фли средней толщины, чтобы дышать в балаклавах было свободно. И примерные фасоны, кальсон и толстовок. В соцсетях для помощи в пошиве теплого белья для мобилизованных откликнулись совсем незнакомые для Натальи люди. Бирки с посланиями изготовила одна из подписчиц из Новосибирска. Вот и Малика Бабоева в Хабаровск приехала из Таджикистана всего два месяца назад. Там на своей стороне работала, на швей. Я этого умею. Через подругу узнала, что нужна помощь. Девочки шьют дома, приходят периодически раз в неделю. Я им накрою, приготовлю ткань. Кто-то сам дома кроит, выкройки дают, ткань, нитки и все. И они сами дома шьют, а уже сюда приносят готовое изделие. Мы уже недели две над этим работаем. Ткань все не уменьшается. Нам нужны рабочие руки. Нужна еще помощь в раскройке изделий, желательно промышленного масштаба. Честно, уже в мозоли везде нет специального аппарата, так как я ножницами это делаю. Все готовые комплекты будут направлены в воинскую часть в Волочаевском городке. А оттуда отправятся на Донбасс. Марьяна Гейт, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.